Полина Лосева. Против часовой стрелки. Что такое старение и как с ним бороться? Моим родителям, которые научили меня рассказывать истории. Введение про пессимистов и оптимистов. Сможем ли мы победить старение? Неизвестно. На этом можно было бы и закончить эту аудиокнигу, но я все-таки попробую рассказать подробнее. Когда журналист вроде меня приходит к ученому-геронтологу с таким вопросом, то неизменно застает его врасплох. Как на такой вопрос не ответь, все равно выйдет плохо. Если ученый скажет «да», то ему потом придется долго объяснять, почему мы еще не достигли бессмертия, раз у него уже есть ответ. Если он скажет «нет», то не только понизит свои шансы на следующее интервью, увы, многие любят науку на грани фантастики, но и вызовет новые вопросы. Например, зачем он занимается проблемой старения, если сделать все равно ничего нельзя. Говоря о старении и вечной молодости, мне, конечно, очень хочется разделить всех ученых на оптимистов и пессимистов. Потому что из этого можно было бы выстроить простой и красивый сюжет. Но, увы, сколько я за ними не наблюдала, геронтологи не делятся на тех, кто пророчит нам верную победу или горькое поражение. Они скорее делятся на тех, кто делает вид, что знает ответ, и тех, кто предпочитает молчать. Ко вторым относится подавляющее большинство ученых, которых я видела, слышала и читала. Вне зависимости от того, какой теории они придерживаются, они как будто уворачиваются от прямого вопроса о бессмертии и не дают четких ответов. Некоторые из них честно признаются, мы пока ничего сказать не можем. Другие уверяют, все обязательно случится. Когда-нибудь. Те же, кто решительно заявляет о том, что нашел окончательный ответ, не выглядят убедительно. Я видела ученых, которые заявляли с кафедры, что бессмертие невозможно. А затем их за той же самой кафедрой сменяли другие и, загадочно улыбаясь, говорили, что достижение бессмертия — дело ближайших десятилетий. Однако со стороны и то, и другое кажется лишь дешевым способом привлечь внимание. Если кто-то уверяет, что у него есть решение проблемы вечной жизни, он, скорее всего, либо мечтатель, либо шарлатан, либо пытается скрыть, что не получил серьезных научных результатов. Поэтому и сам вопрос о том, будем ли мы жить вечно, задавать бесполезно. Хоть он и возникает неизбежно у каждого из нас, отвечать на него всерьез пока рано. Другое дело, что в этой области есть и другие вопросы, и с ними все намного интереснее. Про хаос и запчасти. Во времена моего детства было принято вешать в каждой комнате часы. Ночами я лежала без сна и слушала бесконечное тиканье. Меня, как и многих детей, пугала темнота за дверью и тишина, но часы раздражали больше всего. Я бы многое отдала тогда, чтобы заставить их замолчать. Сейчас я живу в другом доме, и в моих часах давно нет батарейки, но я помню, что где-то далеко они продолжают тикать, и теперь меня еще больше раздражает этот звук, потому что я знаю. Сколько их не выключай, время все равно не остановишь. Тем не менее, мне сложно поверить, что мы так же бессильны перед временем, как маленькая девочка перед часами, висящими высоко под потолком, и я продолжаю задавать вопрос. Почему стареет человек? В поисках ответа я поехала на международную конференцию геронтологов и за три дня услышала немало версий, но все они слабо походили друг на друга. Каждый исследователь выдвигал своего кандидата на титул виновника старения. Это могли быть гены, еда, токсины и десятки других вариантов, и предлагал мобилизоваться на борьбу с ним как единственной преградой на пути к бессмертию. К концу первого дня конференции число противоборствующих лагерей в моих конспектах перевалило за дюжину. Эти люди посвятили проблеме старения десятки лет своей жизни. Они могли рассказать в подробностях, как именно стареют человек, мышь, червь, муха, тропическая рыба, личинка комара. Но не могли договориться о том, почему это происходит. Возможно, подумала я, будет проще получить ответ на вопрос «Как?». Как продлить жизнь человека и приблизить его к вечной молодости? Оказалось, на этот вопрос многие геронтологи отвечают охотно, и вариантов здесь тоже множество. В зависимости от причины старения, которую считает главной тот или иной ученый, он предлагает свой способ с ним справиться. Впрочем, они даже не особенно спорят друг с другом, а следят за тем, чей способ на поверку окажется эффективнее. Вместе с тем и в эклонаучном сообществе по части продления жизни царит хаос. Вот женщина по имени Элизабет Перриш вводит в свой организм вирус, несущий гентеломеразы. Результаты неоднозначны, но она собирается таким же способом лечить пожилых людей от болезни Альцгеймера и атеросклероза. Вот в США после предостережений Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, которое, подобно нашему Минздраву, предупреждает граждан о вреде курения и прочих угрозах их здоровью, закрылись несколько стартапов по переливанию старикам крови от молодых доноров. Основатели компании, кажется, действительно рассчитывали, что это может как-то помочь, и, судя по всему, смогли убедить в этом своих клиентов и инвесторов. Вот очередной биохакер опубликовал список добавок, которые он принимает каждый день, их больше сотни, и большинство не встречается в списках, которыми делились с миром его предшественники. «Наконец, на моем пути появился обре Дегрей, человек со снисходительной улыбкой, густой бородой и терпением школьного учителя, самый, пожалуй, известный в мире пророк бессмертия. У Дегрея есть план победы, не хватает только денег. Организм человека, сообщил мне Дегрей, стоит рассматривать как машину. И если мы уже научились продлевать жизнь машинам, почему не делать то же самое с человеком? Достаточно просто время от времени заменять состарившиеся запчасти на новые, и так потихоньку, маленькими шажками, мы сможем вечно поддерживать жизнь в своем теле. А главное, для этого абсолютно необязательно знать, почему мы стареем. Достаточно обзавестись набором инструментов для мелкого ремонта. Очередной прорыв, пообещал Дегрей на московском фестивале «Гикпикник» 2019 года, мы совершим через 17 лет. К этому моменту я уже собрала внушительную коллекцию идей по поводу продления жизни и обнаружила, что ни в одну из них не верю. Ни одна из них не похожа на панацею и не работает сама по себе, отдельно от остальных. Тогда я поняла, что придется разбираться самой. Вспомните о том, что я биолог, и нырнуть в неизведанную область науки, которая прошла мимо меня за пять лет в университете. Так появилась на свет эта аудиокнига для тех, кто, как и я, запутался и не знает, за кем идти в бессмертие. Для тех, кто хочет добраться до сути, прежде чем переходить к действиям. Я проведу вас за собой вдоль нити, которую мне удалось размотать за это время, и набросаю портрет современной науки о старении, чтобы мы вместе с вами подумали, каким оружием можно победить Минотавра, который ждет где-то на другом ее конце. Про науку о старении и аудиокнигу о нем же. Почему мы вообще допускаем возможность, что условная таблетка от старости может существовать? Над этим вопросом мы будем биться в первой части аудиокниги. Далеко не все геронтологи верят в победу над старением и смертью. Самый очевидный аргумент против таблетки вечной молодости прост. Мы до конца не понимаем, каких именно результатов от нее ждем. С чем эта таблетка должна бороться? Несмотря на то, что старость мы все себе представляем примерно одинаково, из наших представлений, увы, не вытекает четкое определение, а без него не получится построить грамотное клиническое исследование. Этой проблеме, попыткам сформулировать определение, будет посвящена первая глава. Потом мы поговорим о том, насколько мы уже смогли продлить человеческую жизнь и сравним успехи человека с другими животными-долгожителями. Но если мы можем жить дольше, что нас останавливает? Иными словами, если таблетка от старости возможна, почему ее не придумали до сих пор? Обреди Грей, конечно, сказал бы, что просто нужно больше денег. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...